добрый день дорогие зрители канала марина цветы как всегда зима пришла неожиданно 20 ноября и у нас выпал первый снег я расслабилась с такой теплой осенью и честно говоря не ожидала и опоздала с определенными мероприятиями сегодня я вам хочу рассказать если у вас сложилась такая же ситуация как у меня по каким-то причинам вы не попали на свой участок и не успели укрыть свои растения в зиму конечно же разговор пойдет прежде всего о моих любимых розах розы которые сегодня я должна укрыть это розы я высаживала и в контейнере и есть розы которые много-много-много лет и конечно мои любимые плетистые розы вот эта роза полиантовая ее присадила в этом году в апреле месяце обрезала вот так вот нет это я ее пересадила в августе месяце другая роза пересажена весной я ее в августе пересадила обрезала роза успела укорениться листья зеленые хорошо себя чувствует если вы зритель моего канала вы знаете что розы мы высаживаем с 20 марта по 20 мая или с 20 августа по 20 октября именно этот период является хорошим для образования корней укореняется роза и хорошо зимует это у нас с вами почвопокровные розы они очень низко лежат к земле в этом году у меня уже будет четыре сорта я надеюсь на следующий год вам покажу самое главное то что я никакие виды роз кроме вот той пересаженной полиантовой не обрезаю объясню сейчас почему когда на розе остается отцвевшие розочки бутоны уже как шиповнички в это время древесина начинает накапливать сахарозу при снижении температуры осенью роза выделяет дубильные вещества которые как раз и помогают розе перезимовать сахароза дубильные вещества во-первых защищают от вредителей от грибковых заболеваний поэтому никакие виды сорта роз в зиму я не обрезаю если только где-то там на букет я не срезала розочку и вот у меня почвопокровные розы практически лежат в снегу температура снизилась до минус 7 9 градусов ночью днем 0 небольшой а вот это цинерария дорогие друзья которые уже пять лет и мы ее выращиваем как обычно как однолетнее растение но если я ее тоже засыплю в этом году сухо цветом и подрежу где-то до 3 междоузлия снизу и она вот на следующий год вы видите как она кустится и очень хорошо разрастается и она прекрасно переносит у меня морозы до минус 20 и 25 градусов но это все я закрываю вот таким лапником единственное что я успела это обрезать свои туи у меня их очень много и они образуют такую зеленую ширму возле бетонного забора обрезаю я тую обязательно каждый год если вы мой зритель с начала ведения канала вы видели как эти маленькие туи на протяжении много лет мучили меня они не росли они болели и в общем то только вот такая кардинальная обрезка и удобрения осенними или весенними минеральными удобрений позволили туям вырасти уже более четырех метров и выше обрезаю я каждый год кардинально прежде всего я это то я западноевропейская хочу обратить внимание лапники по бокам хорошо срезаю ветви прежде всего потому чтобы они не обламывались и так вызывается рост боковых веточек и очень хорошо то я проветривается в зимний период видите есть желтые хвоинки то и обработаны железным купоросом при плюсовой температуре в октябре месяце и вот так она у меня будет зимовать и весной уже даже с февраля она очень сильно пойдет в рост вот розы которые достаточно уже взрослые это мои любимые вьющиеся розы вот шиповнички которые я никогда не обрезаю и это позволяет моих морозам не укрывать землей самое главное для новичков хочу сказать что розы до трех лет обязательно укрываем вот уже дорогие друзья я приготовила побелку чтобы подбелить взрослые деревья но не успела по определенным причинам побелка у меня замерзла сейчас но так как через неделю будет сильное потепление я думаю что я ее доведу еще до определенной консистенции и успею побелить деревья побелка у меня интересное есть видео секрет белоснежной побелки которая будет вас держаться и зиму до весны и весной если вы опять возобновите побелку то есть практически круглый год у вас деревья будут белоснежной как вишневый сад это защита от грибковых бактериальных заболеваний от солнечных ожогов и плюс красиво юку тоже я не успела связать ее надо связать как веничек надо обрезать отцвевшие хризантемы которые тоже у меня уйдут на укрытие роз клематисы точно так же я забросаю лапником достаточно высоко практически не обрезаю клематис потому что здесь у меня несколько видов клематиса с разным сроком цветения есть на побегах нового года прошлого года но вот сейчас технически пришлось обрезать но обычно весной я вижу где пробуждаются почечки и там делаю обрезку если вы клематис весной опустите колечком вот так вот вниз присыпите землей у вас за следующий сезон клематис очень сильно разрастется если он у вас такой жиденький и так дорогие друзья зима пришла как всегда у всех неожиданно и мне гортензии гортензии дорогие друзья это метельчатой гортензии которые надо укрыть это древовидные которые достаточно зимостойки я их тоже обработала все железным купоросом и они будут так и зимовать а есть гортензия крупнолистная которую вы должны были или занести в подвал или в на холодное помещение или очень хорошо я вот тоже буду укрывать лапником видите почему покровные розы у меня практически укрыты с головой чайно гибридные будут укрыты где-то на одну треть зимовать они будут у меня под таким воздушным укрытием это позволит розам не собреть и для роз очень опасно обледенение которое может быть и зимой и ранней весной не спешите раскрывать розы если вы засыпаете землей до третьего междоузли потому что раннее открытие тоже может способствовать гибели роз дорогие друзья я сегодня сделала просто как обзор своих цветников ну пожалуйста зайдите в плейлист о розах и просмотрите очень важные интересные видео от начала посадки и до подготовки в зимовке поэтому сейчас у нас морозы опустятся до минус 10 розу мы укрываем при температуре когда было уже минус 5 вы уже знаете роза должна остановить свою вегетацию должна накопить сахарозы и должны выработаться дубильные вещества которые помогают хорошо розишем зимовать а если рано вы укроете то роза может запреть и погибнуть в этот период только когда уже очень-очень холодно снижена температура вы можете розу удобрить перегноем компостом только в период когда уже остановлена вегетация но таких подкормок перегноем и отказалась потому что розы очень сильно болеют грибковыми заболеваниями и удобряю уже только удобрениями для роз и с августа месяца обсыпаю вокруг роз золой это калийное удобрение которое тоже помогает хорошо зимовать и плюс это хороший фунгицид от грибковых заболеваний от вирусных заболеваний это розы хорошо помогает конечно в осенний период очень много работы в саду надо и листья убрать и растение привести в порядок зимовки но дорогие друзья именно о розах вы можете не беспокоиться температура минус 5 минус 7 это как раз самое благоприятное время для укрытия роз сухоцветами лапниками это воздушные такие способы укрытия которые позволяют мне и сэкономить время поберечь свое здоровье повторяю розы собственно корневые или привиты старше чем три года вы можете укрывать таким способом молодые роза нет обязательно надо укрыть грунтом тоже при снижении температуры в тот период когда роза остановила свою вегетацию и уже подготовлена к зимовке листики вы видите я не обрываю потому что роз у меня достаточно много и я и не фанат и не перфекционист поэтому розы зимуют вот так вот с листвой обработаны железным купоросом весной будет обработка медным купоросом осенью при снижении температуры медь содержащие препараты мы не используем обратите на это внимание спасибо что вы были со мной просматривайте плейлист у роза напишите мне как вы успели подготовиться к зимовке все ли планы осуществили поэтому я желаю чтобы ваше растение хорошо перезимовали и порадовали вас цветением на следующий год подписывайтесь на мой канал и украшайте этот мир цветами